Открутите со мной Псалом 44, кажется, да? Нет, 44. 44 Псалом. 44 Псалом. Да, подожди, секунду, секунду, секунду. 14 стих, там есть, 44, 14. Вся слава щели царя внутри, одежда ее шита золотом. Но в оригинале говорится так. Слава дочери царской заключена в большой мере внутри ее, чем в золотых одеждах, которые она носит. Мы понимаем, что это касается внутреннего человека. И ссылочка на брихаташа идет какая, помните, да? О женщине. Что скромным должна быть. Или не внешнее плетение волос, пускай украшает себя, но внутренне сокровенным человеком. Как пересекается, интересно, Танах с Новым Заветом брихаташа, очень так интересно, глубоко. И фактически брихаташа открывает не только положение царских девиц или же красивых, но и вообще норм морали для верующего человека. Независимо, богатый ты, бедный, знатный, либо нет, доктор ли ты, шахтер, хотя где ты видел еврея-шахтера, я не знаю, но при всем этом открывается внутренняя красота. Чем красота внутренняя отличается от внешней красоты? В чем же все-таки залог внутренней красоты девицы, парня? Что должно быть ценным для человека? Как вы думаете? Личность. Но личность бывает разная. Как говорят, что в тихом болоте черти водятся. От того, что он тихий, еще ничего не значит. Моральная ценность. То есть как научен, как он себя характер. Характер бывает, знаете, хотя дурной, но он хороший. То есть он формируется правильно. Порядочный. Могут ли быть порядочные люди неверующими? Конечно. А есть непорядочные люди, верующие, да? Очень. То есть, фактически, о чем Писание говорит, не внешнее, но внутреннее состояние человека определяет его сущность. Да? Где он? Как он принимает Писание? Ведь одно дело – исповедовать Господа своими устами, а другое – быть и делать то, что ты должен делать. Но не просто как бы добрые дела. Яков говорит, покажи мне веру твою без дел. Я покажу тебе мою веру, то есть мое внутреннее состояние, мое внутреннее положение, моего внутреннего сокровенного человека моими делами, моими поступками. Касается ли это только добрыми делами относительно вдов, сирот, служения, собрания? Или как? Что имеется в виду? Ну, про всех? Неужели? То есть, я покажу тебе свою веру, которая будет жертвовать, да? То есть, я буду жертвовать своим. И Равшаул Павел говорит, что вообще, как бы, я умираю каждый день, да? То есть, закон, как бы, который во мне, он противоречит тому, что я хочу делать. Но, кто избавит меня от этого человека? То есть, кто избавит меня от закона этого? И говорит, я благодарен Господу Ишуа, что Он поставил меня в эту свободу. Реально такова, что закон Божий, он добр, он на самом деле прекрасен, он классный. Что происходит? Его доброта закона настолько велика, что Он просто проявляет сущность на сам грех. То пойди, да, о чем я говорю? Все, что Он делает, Он проявляет твои мозги на твои поступки. Вопрос, в чем же тогда плохая сторона закона? Закон ничего не довел до совершенства. То есть, имеется в виду, совершенство закона заканчивалось в Ишуа Мессии. Да, я увидел, что грех – это грех. Да, я увидел, что я столкнулся с этим грехом. То есть, он меня беспокоит. Как мне избавиться от этого всего? И он говорит, я благодарен Господу, что Он избавил меня. И веруя мы принимаем, что мы получаем свободу от самого греха. Что я имею в виду? Когда Моше получил так называемые 10 заповедей, мы называем 10 слови, основные, на чем базируется основной закон, в таком 613 заповедей оттуда вытекают, мы понимаем, что Он дал нам закон как ограду. Ведь никто нас не избавил и в Новом Завете, в Брихаташа, от такой позиции, как «не кради». Правильно, да? Но кто-нибудь из вас об этом думает каждый день? Нет. Да. Вы понимаете, да? Мы об этом не думаем. Мы реально об этом не думаем. Но Он как щит стоит между Мною и всем этим миром. Никто из нас не думает получить лжесвидетельствовать. Не просто клеветать, а лжесвидетельствовать против брата. Кто из вас вообще хочет быть лжесвидетелем на суде? Никто. Никто. То есть ты сталкиваешься. И там же в одной из заповедей стоит «не прелюбодействуй». Понятно, да? То есть кто об этом думает вообще? Вот пойти где-то, и столкнуться с этим. Пойди вниз туда, по польскому спуску, где перенесли на шестометровку, которая от гостиницы красной. И ее перенесли туда. Каждый раз, когда проезжаешь, там куча машин, куча девочек и все остальное. Понимаешь, что это не то место. Не то место. Скажите, Рэба, что же вы там проезжаете так часто? Нет. Не проезжаю там часто, просто иногда понимаешь, что там не то. Знаете, вот ходить, нужно ездить туда, на Котовский, на посещение, везде, а тут домой ехать, другого пути как бы нету. Но нет. И мне рассказали историю такую чудную. Ведь у нас есть люди, которые хотят проповедовать и проституткам, и все остальное, и наркоманам, и все остальное. Ну, не-не, молодые мужчины, это уже будет у меня вопрос тогда, когда молодые мужчины будут проповедовать девушкам. Тогда у меня тогда вопрос большой. Но когда сестры это делают, то как бы вопросов нет, понятно. Вот в одной церкви, это история, настоящая история. Одна семья ушла из церкви, ну, как бы там перешла в другое, или вообще отпали, ну, как бы сказать, по делам своим, отпали от церкви. И они дружили с семьей, которая была в эволюционном направлении. Жена реально, как бы, этого евангелиста, она взяла на себя ответственность, после, когда они расстались, как бы, друзья, они долго не виделись, идти туда вот и проповедовать. И она и шла, реально туда ходила, и вытаскивала женщин, девушек на евангелизацию. И вот однажды эта семья ехала домой, кажется, вечером, ну, не поздно, так уже в сумерках, и там на перекрестке увидела, что эта жена под друга стоит на перекрестке и разговаривает там, как бы, среди этих молодежи. И он, как бы, по себе, он думает, слушай, ну, всякое бывает. То есть я ушел от Бога, то есть и сейчас безбожники, то есть сам все, но для него стало странным, что этот человек, ну, типа, докатился до такого состояния, встал на панель, звонит своему другу, говорит, слушай, ну, два года с тобой, как бы, не общался уже, как бы, давно, но телефон остался. Ты мне скажи, а все в порядке у вас с семьей? Говорит, ну, как бы, все бывает, ситуация все, говорит, ну, да. Я понимаю, но до такого, конечно, я не думал, что вы докатитесь, но мы, как бы, ушли из общины. Но что, твоя жена же стала проституткой? Ну, да, не зная о том, что она просто евангелизировала там, поэтому никогда не понятно, что происходит. Но реальность в законе состоит в том, что там я не прелюбодействую. А в чем суть там? Не потому, что нельзя секс иметь, а секс вне брака, или же до брака, или же вообще, как бы, вне законных узах является преступлением пред Богом. Почему? Почему это является преступлением? Как вы думаете? Почему? Ведь сексуальная, наша сексуальность, наша интимность, которую мы получаем внутри себя, мы, как бы сказать, должны выливать только в семейных узах. в чем, в чем же ситуация? Ну, какая разница? Богу было бы нормально, как бы, сказать там, типа, в семье делай это два раза на неделю, а вне дома можешь десять раз. чтобы не было беспорядочных связей. Первое. Хороший ответ. Хороший. Последствия какие? Болезни. Интересно. Интересная мысль. Интересная мысль. Когда двое соединяются, становится новым. до чего оно дошло. Изначально у Бога не было этого плана. Если вы посмотрите культуру того времени, очень просто. Давайте возьмем с того. Сара имела себе служанку. Изначально она была ее служанкой. Она не была наложницей у Авраама. То есть, по крайней мере, я не вижу в Писании, что что-то происходило. И повод, фактически, Сара дает Аврааму различных отношений. и здесь она отдает ее, чтобы она стала суррогатной матерью. Понятно, да? Так вот. И, может быть, это был прецедент, может быть, нет. Но после смерти Сары, да, и изгнания наложницы, да, Агарии, то мы видим, дальше написано, что Авраам еще женился и имел детей. Да? Еще кучу детей. Мы даже не думали об этом, что-то бы, аж далеко. То есть, далеко действует. Я думаю, что Авраам прозрел, наверное, наелся в ягре какой-то там, прозрел. Что это все-таки получается, и в сто лет это может получиться. Но, я, вот вопрос, почему имел много жен. Я не могу вам ответить, ну, как бы, в общем-то, как бы, не моя компетенция, имеется в виду, я насчет того, почему сегодня одну же нужно иметь и закона, а там можно было много иметь жен. Наверное, способны были и так далее. Представьте себе, сегодня у вас в однокомнатной, не хрущок, хрущок, это хорошо, это в коммуналке, коммуналке у вас двое детей, 15, вернее, двое жен или трое жен и 15 детей. Что у вас будет в голове? То есть, что у вас будет? Вы будете покупать козу, наверное, каждые две недели, чтобы было больше места. Момент здесь, я думаю, что связан с обществом и с внутренним положением, но изначально это, видно, не было так. 2000 лет назад уже было положение такое, как понятие одной жены, мужа. И это откладывается в письме Павла Равшаула к Тимофею. Какой должен быть служитель? Относится ли это только к служителю? Тогда дискриминация получает. Да, вот. То есть, наказание. Хочешь быть служением? У тебя будет одна жена. Семь можно две, а у тебя будет одна. Ну, кто хочет быть служителем тогда? Понимаете, да? Но, думаю, это положение было для всех. Реально. Мы видим, что Иосиф был обручен мирем, не был обручен и женат на других. Вот такие моменты. Так же самое Захария имел. Но во времена царей может быть там было другие положения по причине того, что Авраам оставил такое нам наследие. такое нам наследие оставил, да? Как всегда, Галаха или не Галаха, вот устная Тора каким-то образом это объясняет, что было положение такое. Но при всем этом почему Бог склонен к тому, чтобы и инициативу к тому, чтобы в браке было отношение, а не в браке. чтобы не было связи вне. Понятно, что в старые времена мы читаем, что Левий пошел, еще имел отношения отношения со своей невесткой, да, как бы там, он не знает того, пошел к наложнице, ну, типа проститутке, был в депрессии, в депрессии, в депрессии на кем изначально. Если мы читаем, помните, мы вчера коснулись вопроса теории, что у Адама было две жены, да, фактически даже, вот я читаю даже последнего рэба, у него нет такого положения, как у Адама было две жены. У него он ссылается, если я, может быть, потом зачитаю, он ссылается на то, что почему должно быть, почему нас, людей, тянет к интимности и к противоположенному полу, как вот, имеется в виду соединиться с своим телом, и он объясняет это таким простым образом, как Бог сотворил человека, и написано, что мужчину и женщину сотворил он. Помните, я сказал, что внутри Адама было мужское и женское начало. Опять, я не буду философствовать, я буду говорить о том, что я понимаю, и я понимаю, что рэбе, последний рэбе, он тоже как бы к этому склонен, что в нем было мужское и женское начало, как и у самого Господа всемогущего, да, и он разделил, Бог Господь отделил его, разделил пополам, мы будем так, сделал, взял женскую часть и отделил, и сотворил Еву, которая и тянется, понимаете, да, но после падения есть один еще положение, Бог дал жене, помните, что он вложил как закон или же как да, и будет тебя влечь, влечь, влечь к мужу, да, тебе будет, это будет желание выйти замуж, что, может быть, вот такая теория, что муж должен быть господствоват, то есть как бы властвовать как бы главою, да, а тебе всего лишь должно тянуть секс, ну, прикалываюсь, я прям прикалываюсь, но, ну, дамужные отношения это покров, это защита, это обеспечение и так далее, но в сегодняшнем мире это как бы немножко по-другому, у нас женщины, у нас даешь пятилетку за два года, и как бы, но ребе здесь склоняется к тому, что нас и тянет по потовой причине божественного творения, которое Бог сотворил, если мы раньше были одним целым, и мы стремимся опять соединиться телами, то есть быть одним, и Писание говорит, что отделиться от родителей, прилепиться к жене и будет двое, опять одно, то есть мы прилепляемся к мужу или к жене, да, вот, прилепим мужчинам, говорю, чтобы опять почувствовать себя полноценным человеком, который Бог изначально хотел и имел в планах, понимаете, о чем я говорю, или я запутался сильно много, то если основываться на брешит, то есть изначально Бог сотворил все, да, и человека, то есть сотворил человека, не мужчину сотворил, а человека, вложил в него это мужское и женское начало, потому что мужчину, да, и мужчину и женщину сотворил он, и когда разделил их, да, то появилась тяга, то есть притяжение, чтобы опять сделаться одним, да, но я не буду, подождите, я не буду, я не буду вникать в в анатомию творения того времени, да, то есть я не хочу вникать в это, но при всем положении, если я понимаю науку, как творение, да, и мы проходили, то можете представить себе, что Адам был в рост три или три с чем-то метра, это как-то немножко о чем-то говорит, а теперь можете представить его фалос, или что там у него было, ты поймешь, что это гигант и все, и даже об этом думать не будешь, я не собираюсь здесь оговаривать, он был гемофродитом, женским, мужской, как и так далее, это глупость какая-то, но я думаю, что Адаму не было до секса в то время, понимаете, о чем говорю, быть присутствием Божьим и находиться с ним, общаться, ему было не до секса, понятно, да, такое, и когда они вкусили от древа познания добра, они увидели, что они наги, то есть они увидели, что что-то немножко другие, и кто так вот чист, кому не стесняется, кто не стесняется своего положения, своего мужского или женского начала, кто не стесняется, и имеется в виду, не только вы как, ну что, вы головы водите на улицу сейчас, ну вот, и вот вкусили от древа познания добра и зла, и вдруг это самое, открылись у него глаза, что они наги, опа, ой, как будто с бани вышли, дайте прикроемся, от кого прятаться, людей на улице нет больше, кроме них, понимаете, открыли глаза, что они наги, кто-то может быть чист, и не стесняться, и не думать о своей ноготе, только дети, правильно, и поэтому Ишуа говорит понятие такой чистоты, что будьте как дети, не имеется ввиду в сексуальных отношениях, а своей чистоте, чтобы не стесняться твоего падения, твоего подъема, твоей обиды, твоего положения, твоей сексуальности, как ты выглядишь, как ты одеваешься, как вы понимаете, он говорит, будьте как дети, не только по вере, то есть, не только по вере получить, а во всем, будьте как дети, но мы не можем, уже взрослые, у нас меняется эта физиология, и я, мое понимание сексуальности и секса, которые Бог положил в Боге, вернее, для человека, не прелюбодействовать, да, или иметь секс, можно и нужно, только в рамках семьи, имеется ввиду законной семьи. Положение Ветхого Завета, это взял он дочь, такого-то привел в свой дом, папа сказал, да, мама сказала, да, все, они уже женаты, все знали, что если она вошла в дом, она уже замужем и так далее, так сказать, сегодня положение Украины, оно немножко другое, сегодня не просто взять девицу и привезти к себе домой и сказать, мама, я женился, когда, вот сейчас, она будет, у меня дома, все, мы живем, вот так покажите мне ваше свидетельство в браке, а зачем это надо, то есть все так живут, сожительство, понятие того сегодня, положение, которое мы имеем, оно не подтверждается законным положением Украины и вообще, как бы, в мире, ну, я имею в виду, может быть, не все, в всех странах, но цивилизованных, развитых странах, что я имею в виду, если у нас высший орган является, что, у нас ЗАГС, или как бы там, государственские, свои законы, это, и Писание, Новый Завет говорит о том, чтобы мы были послушны своему, ну, своему правительству, чтобы мы были подчинены ему, то есть, чтобы нас не знали, как убийца, как воры, все остальное, то быть, быть подчинены, да, все, понятно, что есть свои заморочки, не будем ходить туда, когда подчиняться, когда не подчиняться, но вообще-то, во всем время нужно быть в подчинении, даже если ты в гонении, будем говорить так, да, тебя взяли, ты там не сопротивляешься, как Петр во время штурма, взятия Ишуа, это самое, в Гессиманском саду, там взял, вытащил меч и начинаешь сражаться, нет, ты по ним, учение такое, что ты должен быть послушен во всем, законопослушен, и закон гласит о том, что сегодня, может быть, я знаю, слышал, что как бы, даже сожительство принимать, как будто муж-жена, но реальность такова, что, когда ты говоришь, что ты женат, ты должен предоставить сегодня, что, сожительство о браке, и это является законоположением, поэтому мы должны следовать этому положению, многие не берутся за это, многие говорят, типа, для нас церковь это важно, и многие служители, оставляя позицию закона и нового завета, правила нового завета, могут не требовать бракосочетания, ну, вернее, записи книжки, а сами делают церковный обряд, и я, мое личное понятие, это неправильно, неправильно, юридические силы не имеют, если не имеют юридической силы, то и Бог к этому относится по-другому, называя это блудом, грехом, понятно, и почему, вот опять же, мы возвращаемся обратно, почему брак в, вернее, секс вне брака называется блудом, потому что, когда оно в браке, мы соединяемся с узами закона, узами закона, и позволяет нам, друг друга называть мужем и женой, отношение Бога к человеку, да, Он хочет связать наши узы с законным положением, что я имею ввиду, по закону, чтобы иметь прощение грехов, нужно, ну, как бы, отдать кровь, то есть, Бог положил, так как в законе, если наемки пур, на искупление, и давали в жертву, козел отпущения было такое, да, понятно, и по ним получали они знак, будто и Бог и просил грехи. Вешуа Мессии, Он заплатил за все наши грехи. О чем я это? О том, что, если человек соединяется в отношении с Богом, и он хочет, чтобы это было законным образом, принятием его в жертвенной крови, получить водное погружение, это лично мое мнение, да, и утвердиться, служить Богу с чистой совестью. И когда у нас начинается блуждение, то есть, нам не нравится наше самоотношение с Богом, мы начинаем искать поиски, кто-то увлекается какими-то бизнесами, увлекает его от Бога, и другие вопросы, он называет это как? Блудом. То есть, отношения между Богом и человеком являются законными, тогда, когда это связано кровью или же заветом, понимаете, да? Законным заветом. Когда человек уходит от Бога своим сердцем, то есть, влечет его к другим Богам, к другим занятиям, Бог называет это блудом, изменой. Это отражается на наши отношения. И Брихотт говорит, разве отдаст Бог свое тело в соединении с блудницей? Никак. Ревность. Да? По ревности. Он говорит о том, что не нужно иметь этих положений. Для Израиля чистота была важная, потому что то, чтобы отношения между Богом и Израилем было как бы один муж, один Израиль, один народ. То есть, это говорит, я женился, я обручился с тобой, Израиль. И мы читаем и пророков Диего говорит, я очистил тебя, я нашел тебя при дороге, я омыл тебя. То есть, я обручился с тобой. То есть, я твой жених, ты моя, ты живешь на моей земле. Моя, я тебе даю свою землю. Есть заветные отношения. И когда это приступалось, то когда, говорит, ты пошла вслед других богов, ты блудила под каждым деревом. И так далее, и так далее, и так далее. Что, занимался ли Израиль сексом под каждым деревом? Нет. Прообразно говорит о том, что он ушел от заповеди, которые Бог ему предоставил. Заповеди благословения и проклятия. Завета, которые Бог положил. так же так же в этом положении. Когда человек тратит свои силы в незаконном положении по Писанию между мужем и женой, он тратит свои силы и расточает себя с блудницами. Это духовный акт. Фактически, это духовные отношения. Это положение, когда человек развращается и чаще всего будем говорить так в положениях семейных положениях. Если люди увлекаются внебрачными узами, то брак, в котором они находятся, ну 90%, 99% фактически будет неудачным. Он разрушится. Понимаете или нет? Я не находил ни одного мужчину, который бы сказал, ну разве что, если его жена проститутка и все остальное, это образ жизни и бизнеса. Я никогда не находил мужчину, который бы так с легкостью мог сказать, ты знаешь, моя жена шлюха, хочешь подать самую, она и с тобой побудет. Ну понимаете, да, вот так? Я не находил. То есть все равно внутри мужчины существует положение законности и ревность, которая происходит, это ужас, это кошмар. И я не находил женщину, которая была спокойна или же относилась к тому, что муж ее изменяет. Понимаете, да? Даже при всех, может, богатствах и все остальное, понимая, я не думаю, что внутри она соглашается. это какое-то сверхъестественное положение вот в человеке, да, которое ты чувствуешь, что оно единое. То есть даже не думаешь, когда вступаешь в брак, что я вступаю в брак, а знаешь, что завтра он пойдет блудить с другой или переспать с другой. Может быть, я ошибаюсь. Может, в мире на сегодняшний день только все плохо, что заранее знают, кто с кем уже потом будет спать. Знаете, да, но извращение есть извращение. И если опыт, сексуальный опыт вне брака или до брака, он приводит человека в тупик эксперимента. В тупик эксперимента. Фактически эти опыты, которые происходят вне брака, они приводят человека к развращенному образу секса, к развращенному образу понимания, что такое интимные отношения. И он этим не ценит. Это притупляется чувство, чувство любви, а только существует только один эрес, потому что нужно что-то делать с этим. Понятно, да, такое? Когда у нас перерыв уже должен быть? Я хочу, чтобы вы понимали, что мы говорим о сексе как слуга для верующих человека. Секс является слугою для верующих человека. Слуга. Реально это сексуальные отношения, это то, где приходит исцеление, где приходит чувство, где мы выражаем свою романтику, свою интимность, свою сексуальность. и данные Богом правила супружеской жизни являются исцелением. Потому что все писание Бога вдохновенно, правда? Все. Но кто из вас любит читать песни песней? песни песней. Да, вот там козочка и голубица, и барашки, и все остальное. Это песни, но реальность такова, что чувства выражаются. И законные чувства, законные чувства, которые должны выражаться. 2 Тимофея 3, 16. Все писание Бога вдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все писание. И Библия не является Камасутрой. Понятно, да, хочу сказать? Это духовный документ, но я еще раз, это не Камасутра или путеводитель для чайников в сексе. Понимаете, да? Потому что каждый раз, когда молодежь читает песни песней, начинает прикалываться и так далее. Зубы твои, как стадо вес. Нарисуйте, нарисуйте это все. Грудь твоя, как башня, две башни. Картинку примем. Столбы, да, такие, думаешь, какая, какая, правильная форма. Вы можете как пирамида Хеопса, что-то еще. Но вы начинаете читать, и думаешь, молодежь, это же не пройдет уже, как бы, вместо писания. Но это не является книгой путеводителя в сексе для для чайников. Но сексуальные отношения, отношения активности, любви, они скрыты там глубоко и принуждают нас исследовать, исследовать, как необходимо относиться к возлюбленным, к возлюбленным, какие отношения должно быть. Вы читайте притчи, да, говорит, а сын мой, возьми, как там, прислушайся к совету матери, да, и начинает говорить о том, да, совета матери не отвергаться. И начинает говорить, что смотри, не ходи вслед блудницы, то есть не надо, ее ноги, они что, и преисподни, уже она говорит о том, что ноги блудницы, то есть проститутки и так далее, уже у нее в аду, то есть преисподни сведут тебя, причина того, что ты развращенный будешь. Может быть, Соломон не понял, о чем говорилось, попал на эту удочку, но мы видели, что развратили его жены, но оно осталось у нас, понимаете, да, оно осталось, осталось у нас. Он говорит, смотрел я сверху, видел юношу, который шел, пошел в дом блудницы, кто приманивала его, Ведь все-таки Эрос, он влечет нас, больше, чем уже это любовь, которую Бог положил на нам в сердце, о семье, о отношениях, и поэтому не раздавай своих силы на блудниц. Это говорит нам в Писании. Но также там написано, что наслаждайся женой юности своей во все дни жизни твоей. Во все дни. Что это значит? Наслаждаться. То есть чувства интимности должны быть. Но интимность, она не только означает секс, правда? Это комплекс, который выработан человеком, и он остается тем же ухаживанием. Он остался тем же самым. Песни песней. Песни песней мы видим это не секс, а ухаживание, отношения девицы с юношей. Не видно, что они имели какие-то особенные сексуальные отношения. Они романтику свою развивали, они ждали своего времени и завидовали их взаимоотношения. Вот это нужно исследовать. это нужно смотреть и двигаться. Поэтому сейчас сделаем перерыв и вернемся через 10 минут. Мы начали с того, что 10 заповедей были даны для того, чтобы ограничить человека в особенных отношениях с мужем и женой. То есть сделать их одно. Что имел в виду Господь изначально, когда сотворил Адама, и Он же внутри положил в него это состояние, чтобы влекло быть одним целым. Понимаете, да? И каждый раз, когда говорят люди, если брак состоялся, если отношения между мужем и женой, они прекрасны, они в Господи, говорят, вы как одно целое, как будто вы созданы друг для друга. Я верю, это правильное положение, которое Бог ставит. Не без разности, потому что мы понимаем, что мужчины и женщины, они разные по своей природе, которую Бог сотворил в них. Но сущность-то одна, то есть полнота женщины является ее муж, полнота мужчины является его жена, то есть полнота их действий. Поэтому многие желают выйти замуж и жениться по одной только мысли, потому что мне не хватает его, мне не хватает ее, мне не хватает дополнения в моей жизни. Никто никогда не женится по причине просто секса. Хотят иметь полноту. Хотя это толкает, эти чувства толкают многих верующих на свадебные взаимоотношения. Но не в этом сама суть соединения мужчин и женщин. Каждый мечтает полноты своей жизни. Я не одна, у меня есть вторая половина, это признак особенностей. Я никогда не сужу людей молодых, когда у них есть страсть, приходит пора, хочу жениться. женщины, сестры наши говорят, мы хотим идти замуж. Всегда я спрашиваю, зачем? Зачем тебе это надо? Ну, как одна, и как одно, и как тяжело. И все. То есть, никто не думает просто о сексе, или же хотят отчасти, но они думают, что в браке состоится их ценность, полнота. А те, кто, например, в браке уже очень давно, но муж там негодяй и избивает ее, либо пьет, либо бушует и так далее, то есть, неверующий, то ищет повода к тому, чтобы сказать, слушай, лучше осталась бы одна. Но когда остается одна, думаешь, Боже мой, лучше бы жениться или замуж выйти. Вот, знаете, что-то внутри Бог положил человека, эту вот природу, которую он создал, Божью, божественную природу, чтобы нас влекло одним с другим, другому. Но сама красота супружеских отношений, то есть, секса, заключается в том, что мы можем вернуться обратно в Эдемский сад и посмотреть, где наши отношения с Богом должны быть. Можно иметь хорошего партнера в своей жизни, агрессивного, такого жизненного, такого сексуального, может быть, домогательского или пополнять твои сексуальные пристрасти или что-то и все остальное, но не иметь полноты в Боге, брак тоже не будет идеальным. Не будет идеальным. Это будет лишь партнерские отношения, такого понятия по Дарвину. Понимаете, живем, чтобы жить, да, хаотично, страстно и все. Бог, если мы хотим иметь настоящий счастливый брак, он начинается внутри нас с отношением с Богом, восстановление. Поэтому Бриха Таша говорит, отношения, отношения, тайну, тайну говорю вам, отношения между Машехом и его общиной, да, такая же тайна, как отношения между мужем и женой. И каждый, конечно, когда читает это местописание, сразу проектирует свои отношения, какие у меня между моим мужем. вот этот момент. Нельзя так проектировать, абсолютно. Мы должны, наоборот, проектировать, какие мои отношения с мужем, а они не совпадают моих отношений с моим Творцом. Понимаете, о чем говорю? Если у меня с моим Творцом, с моим Искупителем есть отношения, имеется в виду любовные отношения мы его любим, он нас любит, он нам помогает, мы к нему обращаемся. Кто из вас кричит Богу? Нет, ты что говоришь? Вот идиот, что ты там сделал наверху? А? Это тебе надо было? Еще в лес то, что тебе не нужно. И вот сиди там, где имей свое дело. Никто. Никто. Вы понимаете, Тайна. Тайна между Машихом и его общиной такая же тайна, как между мужем и женой. И если мы проектируем наши отношения, вот наши отношения с мужем и женой в семье на отношения между нами и Богом, мы так и будем его отражать. Мы так же с тобой будем подходить к этому. Но если мы начнем отражать наши отношения между Богом в нашу семью, как мы должны сделать, тогда мы начинаем меняться, менять все свое положение. Как мы к Богу любим? Мы говорим, Господь, ты такой классный, ты такой хороший, превознесенный, я короную тебя. А мы уже говорим, что? Ты такой прекрасный, хороший, толстый, иди быстро ванну, помойся. А тебе пахнет дурно. Ты после работы там, знаете, надо находить язык любви, отношения. И мы говорим, вот здесь работают АГП, здесь работает воля, наша воля, которую мы вкладываем в наши отношения. Любовь это действующий, это глагол, работающий механизм, который нужно достигать чего? Любви. Слово достигать, имеется в виду, где-то она есть, и ты протягиваешь свою руку, чтобы ее взять. И очень важно эти отношения, потому что фактически гностики, гностицизм, как можно сказать гностика? все знайка. Ну да, Римляна первая глава говорит об этом, что они осуетились и стали безумны. Материализм, гностицизм, гуманизм, который у нас как бы присутствующий вне Бога, он рушит наше духовное понимание Бога. Потому что духовное всегда связано с телесным, невозможно по-другому. Поэтому существует заповедь возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как само себя. Потому что духовное всегда связано с материальным. Материальное не всегда связано с духовным. Не всегда связано. Оно должно быть связано, если мы в правильном положении пред Богом. Потому что они все люди-материалисты, которые в материи имеют богатство, они не духовные. Но духовный человек судит обо всем. Обо всем судит. То есть и материальное положение он тоже может это судить. Понятно, да? Необходимо об этом помнить. А? Вообще гуманизм, гнастицизм. гнастики вообще они во всем ищут ответа. Но они можно говорить все духовное. Все духовно. Все духовно. Ну да, все это и они отказываются от плоти. есть плоти это ничего не значит. Все в мире между собой связано. Потом гнастицизм начался во времена Ишуа Мессии. Вот это гностики. такое веяние гнастицизма. Из этого выходит такое понятие как всепреемственность. Всепреемственность. То есть они говорят, что вся материя, которая в этом есть, она бесовская или же она зла. Богатство это зло. Тело, которое ты имеешь, это одно искушение. То есть это зло. И для них было важно, что ты бы мог побороть вот эту тягу к мирской жизни, отказавшись от своих благ земли, отказаться от ухаживания за своим телом и отказаться от сексуальных движняка такого. вода. И мы видим это отражение очень сильно было в христианстве. Многие отказывались от всего, уходили в пещеры, отказывались от этих вещей. Но с одной стороны посмотреть это вроде бы добрые намерения, как бы так ради Господа. Но даже сам иудаизм не поддерживал такой формы положения. Понимаете, да? фактически там правила такие были, ты не мог бы быть рабом, если ты не был женат. Понятно, да? То есть одна из позиций, которой ты можешь стать раввином, если ты будешь женат человеком. Чтобы тебя не искушала эта сторона жизни, чтобы тебе была полнота твоей жизни, ты мог бы на все вопросы дать ответ. А с другой стороны, христианство взяло другую сторону. С одной стороны, например, православная церковь, если ты хочешь быть просто священником, ты можешь быть женат и иметь детей. Если ты бы хотел быть уже высших эшелонах, епископами, архиепископами и так далее, то уже положение семейства должно быть отстранено. Отстранено должно быть. Я считаю, не знаю, может быть, под топор идут, не под нож, а под топор, не знаю. Наверное, обед или безбрачие, но вы понимаете, что если оно не по-настоящему боге, это всего лишь отказ, насилие, да, и чаще всего вскрываются другие формы извращения и все остальное, которое прикрывается чаще всего эти все формы, да, 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 по 80-го или до 80-го, а с 80-го до сегодняшнего дня. Ну, видите, католическая церковь, она более идет в ногу с современным миром, и они пытаются быть политически подкованы, не имеется политизированным, доминировать в политике, но быть ближе к людям, и они пытаются раскрыть и получить обратно веру людей, веру и доверие людей, поэтому они обнародуют все ситуации, которые у них происходят, и это прискорбно, потому что если это не сделает сама церковь, то люди это сделают и обнаружатся то, что скрыто во тьме, и это стыдно, и когда она открывается не церковью, а, например, телевидением, мидии, людьми, это становится клеймом для церкви, люди по этой причине не хотят ходить в церковь, что это новое, это не новая часть, но мы видим Коринфянам, послание Коринфянам говорит, вы возгордились, вы вообще превознеслись над тем, что вы имеете, вы вообще понимаете, что у вас происходит, у вас грех есть, который даже у язычников недопустим, кто-то из вас задумал сожительство с женой своего отца, что вы себе думаете, это не свобода, это не свобода, и даже говорит о том, что бы я сделал, я бы изверг такого из среды, пренебрегив, и говорит, пускай ваша свобода, то есть, которую вы получили, не становится вам соблазном, и реальность приходит в том, что люди понимают, что все, если Иисус нас освободил от греха, все, тогда, если его это греха нет, он его победил, значит, все, что я делаю, не является грехом, и неправильное мышление, все, что я делаю, просто подтверждает, что закон действующий, Мессии, становится еще более осугубленной, и дающей нам более, высшую ответственность, потому что, если ты, исполняя закон, не знал Мессию, то есть, ты будешь судим по закону, который ты, по совести, понимаете, да, не потому что ты не слышал о Мессии, потому что ты не знал, что есть выход из твоего положения, но, познавший Ищуа, искупительную его кровь, исцеление, освобождение, ты не можешь теперь отвергать, сказать, я теперь могу делать то, что я хочу, неправильное положение, поэтому многих из гностицизма вытекал именно всепозволенность, или, наоборот, я бы сказать, всеприемственность такая, что это значило, это значило, что если я, все, что я имею, это зло, да, то я должен от него отречься. ой, там, как бы, такие термины еще есть, даже не знаю, как они на русском языке означают, это механизм, не знаю, такого выражения, да, я тут посмотрю по словарю, то есть, одна из философов, философов, родившаяся уже в Персии в 2015 году называется махаханим, махаханимс, то есть, манихисты-то, может быть, оно здесь, такое, движение, но это было раннее движение, вот смотрите, очень интересный момент, идет ли за душу человека борьба? Написано, что, в откровении, что он обольстил, да, он обольстил людей, борьба, она не идет, то есть, в том смысле, чтобы с Богом борется всячески за человека и так далее, Бог уже дал свою цену, понимаете, да, он уже, он заплатил цену, хочу, чтобы вы понимали, если Бог сотворил смерть и ад и озеро огненное, у него есть план, план, который Бог смотрел, что падшие ангелы, не устоявшие в своем славе и пренебрегшие Божьим положением, быть близко к нему, он им уготовил то, что уготовил, то есть, огненное озеро, все, не для человека было готово это, окей, да, но так как человек падший, то есть, он отошел и приблизился к злу, то уже говорит, ваш отец не Бог, как говорят, дворец, ваш отец дьявол, потому что вы прилепились, вы поменяли свое первородство на то, чтобы присоединиться к тем, кто будет осуждены. вопрос сегодня обольщение, что в действительности дьявол пытается не бороться с Богом или задушить человека, а пытается уже как бы обольстить, отворотить их от Бога, отворотить их от той цели спасения, которой Бог уже заплатил цену, и чтобы не верить в то, что Бог сделал так просто и невмещаемо в голову человека. То есть с одной стороны можно назвать это борьбой, да, но с другой стороны уже те, кто не принимает еще о Мессии и отвлекается от Него, они получают свое, они автоматически приходят на ту сторону, где у нас есть борьба. Но смотрите, наша борьба не против плоти и крови, не написано борьба сатаны или Бога, наша борьба не против плоти и крови, но против властителей и управителей мира сего. Кому ты будешь верить? Богу, который дает тебе то, что он хочет дать тебе при всех испытаниях, при своих трудностях, дать тебе выход узкой дороги и попасть в небеса, либо поверишь той падшей природе, которая уже в тебе она существует, где ты уже продался своим первородством, своим Адамом, который у тебя есть. Зачем ты падешь? это твой выбор, выбор человека, не выбор между Богом и дьяволом. Ну, то есть, вы можете представить, да, это он мой, нет, мой, 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 мой. нет. Подождите, Писание говорит очень просто, Бог искушаем не бывает, но мы искушаем себя. Понимаете, да? Где дьявол искушает? В чем дьявол может искушать? я вас скажу, подождите, подождите секунду, давайте разберемся, в чем дьявол может искушать? Нет, давайте возьмем, давайте, ну, по реальности, мы отказываем, мы, смотрите внимательно, мы отказываемся от закона, мы начинаем отказываться от закона, мы говорим, мы не под законом, мы пришли в свободу, Мессия дал нам свободу, да? Ну, вот вопрос, да? Мы не под законом, и что человек подозревает под этим, я не знаю, но дьявол, говорит, как бы, человек искушается собственной похотью, собственной похотью, сказано тебе человек, что такое добро, и что требует от тебя что? Господь. Сказано тебе, закон говорит, что Господь требует от человека. Как вы думаете, что за искушение будет не красть? Дьявол говорит ему, иди, крати, 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 крати. Собственная похоть, страсть приобрести толкает человека на нарушение закона, и сам закон осуждает его за то, что он сделал. Какое к этому имеет доступ дьявол? хорошо. Хорошо. Опять же, было сказано, не ешь. Закон. Закон. Не ешь. Конечно, понимаем, что мы просто базируем свое мышление на мышление Адама и Евы. Пришел демон, говорит, ну, скушай, скушай, скушай. Понимаешь, да? И мы начинаем ссылаться. То есть, проблема наша, как человеческая, сегодня кого-нибудь в этом обвинить. И мы ссылаемся на Еву. Ну, дьявол? Дьявол? Что, я? Нет, не я, дьявол. Но написано, что сам плод был что? и вожделенное. Хочу. Здесь та же самая история. Бог дал закон. Больше ничего. Мы говорим, дьявол искушает. Дьявол, он посылает огненные стрелы. Что? Сомнения. Сомнения. Искушает ли он делать? Сомнения. Разве правильно сказал Бог? Сомнения. Но вожжелание желает. То есть, а наша? Наша! Наша! Если был бы дьявол, Бог сказал бы сразу, когда тебе даю закон, не слушай бесов, которые будут тебя искушать к воровству. Будут тебя искушать к измене жене. Будут тебя искушать к убийству. Тебя будут искушать к этому. То есть, не слушай дьявола. Бог не говорит, он говорит тебе. Ты индивидуальность. Моя победа над злыми бесами, она совершилась. Я совершил это. Моя победа низвержена. В Ишуа Мессии что получилось? Он взял ключи ада и смерти. Понятно, да? ключи ада и смерти он взял в свои руки. То есть, право решать жить человеку или умирать. Имеется ввиду ад или смерть. Рай или ад. Он взял эту власть, вырвал ее. Потому что все уже по закону все было проклято. Вся земля проклята за тебя. Человек уже заранее знал, чем закончится. Обречен. Ишуа пришел, чтобы дать надежду забрать ключи ада и смерти. Если бы это было просто искушение дьявол во всем, тогда можно просто спрести на небо и сказать Боже, ну ты же виноват. Что ж этого ангела такого ползучего отпустил. Он виноват. Не я. Он виноват. что, я же всего лишь марионет. Ты от меня что-то хочешь. Он от меня что-то хочет. Я не знаю, что делать. Принимай меня таким есть. Он отдает это в руки человека. Он отдает это в руки человека. как понятие благодати отдает в руки человека. То есть он говорит возлюби, возлюби, сказано не кради. Мы как верующие люди нам легко знаем злое, знаем добро, дуалист, который нам голову вбили. И мы смотрим борьба демонов, борьба Бога, сталкиваются война там происходит все. И Бог уже говорит, подождите секунду, вы ошибаетесь, вы наверное не понимаете. Я победитель во всем. Я везде во всем. Но у меня с тобой есть отношения. Я хочу эти отношения. По причине твоего падения от Адама существует тебе страсть, желание. Эти желания должны быть контролированы. Поэтому не возжелай. но нам легче всего сослаться на бесов. Вчера ко мне подходит одна сестра и говорит так, пастырь, надо поговорить с тобой. Слушай, у меня были гости и ночью что-то произошло. Она пошла, хотела выйти из своей комнаты, открывая дверь, она как будто застряла на 30 сантиметров. Как будто поставил ногу. ей стало страшно, и она начала ко мне звать меня на помощь, но никто не ответил. это я стоял там, а там она испугалась и ушла. И помню, он там говорит, тебе надо вызвать пастыря, чтобы помолиться за твою квартиру. У тебя там демоны живут. Я говорю, почему ты посчитал, что это демоны? Ну, потому что ей стало страшно. Я говорю, очень хорошо. Иоанн видит видение, падает нит, и он подходит, не бойся. А я так не думал, а если там ангел господин стоял? Что при ангел господине не должно быть так? Дай тебя расцеловать. Как мы пытаемся немножко повернуть корабль немножко в другую сторону. за каждой швабра видеть бесов, за каждым искушением видеть рогатых и злых, действительно, оно не ведет нас к совершенству, искушение ведет нас в другую сторону, дальше от Бога. Если исполнение закона ведет нас к праведности, ближе к Богу, переживание с Ним, отождествление, совершенство наше, то искушение, которое мы имеем, ведет нас в другую сторону, проклятие, унижение, необеспечение, все остальное, такие, и ко всему итог, не попасть на небеса. Вот куда нас ведет искушение. Он, действительно, в Новом Завете, в Бехаташа, написано, что, в Откровении, что дьявол был низвержен на землю, чтобы увлечь за собой. Чем дьявол увлекает за собой? Философией, мнением, что Бога нет. Понимаете, да? То есть, человек искушается сам собственной похотью, своим желанием. И это желание небес может вложить в тебя. У нас Бог сотворил, у нас эти желания, внутри нас, эти мы родились, с этой падшей натурой, как бы, небесовской натурой. Иначе мы были бы все держимы. Это лично во имя. Я поговорю прямо в камеру, да, в эфир. И туда мы были бы все бесноватые, если вы понятие в таком. Но мы с собственным вожделением. Первое у нас желание кушать. Первое желание у нас, когда мы рождаемся, прижаться к груди матери и в безопасности безопасность и кушать. Первое наше желание. И вопрос вас желает. Я вас желал кушать. Я вас желал, чтобы меня поменяли. Я не могу это сделать сам. Я описался, я обкакался. Помогите мне. Это желание быть чистым. Понимаете, да? Бесовское это желание. Но мы же все-таки, как мы воспитываем детей. Боже мой, кто-то дитя может угомонить. Вот четко выражается Адама натура, падшая. Когда мы говорим Адама падшая натура, мы сразу его приближаем к бесам и демонам. Зачем? Кто сказал? Мы не хотим исследовать Писанию. Поэтому нам легче всего верить в те вещи, что если с нами что-то происходит, какие-то напасти и все остальное, где-то болезнь какая-то проявилась. Все, наколдовали, наколдовали, ужас какой, наколдовали, нашептали. И мы по какой-то глупой версии мы верим в то, что бессовские проявления больше, в Божьем исцелении. Мы не можем понять, что мы живем в падшем мире, мы не можем понять, что в этом мире бушуют болезни, всякие проклятия, которые за наш тетский грех, и мы от этого не избавимся. и быть больше в Боге, нежели сконцентрировать на том, что происходит в Бесовском мире, где колдовство идет, где прорицание идет и все остальное. При всем этом, это все-таки Божий дар. Прорицание. Ну да, знаете, знать будущее. Пророческое слово, но куда оно направлено? Куда оно направлено? И Бог говорит, я не разрешаю тебе. Это дар, который говорит, на будущее, это у Бога. Он говорит, я говорю тебе на будущее, что будет. И люди пытаются встать на позицию Бога, говорить людям, что должно в его жизни будет. С какой стороны? Со стороны бесов? Скажите, можно сказать, если бесы все знают, они похожи на Бога. Если дьявол все знает, что будет на будущее, тогда получается, что он сравнивается с Богом. Но непослушание ведет той же позиции, что и всех остальных бесов. Гордость, которая у человека есть, приводит к тому положение, как и бесов. Есть описание, есть, я говорю о грехе, о грехе, которое написано, что он ведет к смерти. Десять грехов, которые ведут к смерти. Первый из них это гордость. Почему гордость ведет к смерти? Потому что дьявол возгордился, и мы видим конец его ад. секс не брака является грехом к смерти. Почему? Потому что удаляет от Бога. Когда говорится грех к смерти, так называемый, не только говорится о смерти в плоти, но также духовной смерти, которая отделяла человека от Бога. Поэтому и жадность, и другие есть грехи, которые говорятся к смерти ведут. Непрощение. Мы можем к этому вернуться потом, но понимая, что грех может быть исповедан, но если грех не исповедан, он ведет к смерти. То есть исповедание не говорится, святой отец согрешил. Он говорит, ну, иди сделай там 30 приседаний перед иконой, и тогда будет все нормально. Это не прощение, это не исповедание, это просто выговорить человеку религиозную свою позицию и пошел сделать обратно. Исповедание, покаяние обозначает, что я пришел, раскаялся, и мое желание не делать это больше. То есть все понимают, что это больно, не хочу это делать. Раносина, как и мытарь, и фарисей, стоящие в храме. Давайте разберемся это. Я же говорил об этом однажды. Мытарь, то есть сборщик налогов, стоит в храме, молится, и фарисей находится, будет, пред Богом. И фарисей говорит, Боже, я молюсь, я благодарен Тебе, что я не похож на всех остальных. Десятину приношу, я верный, я не такой, как этот мытарь. Что он имел в виду? Что имел в виду наш фарисей? Потому что для христианского мира слово фарисей, это порицательное положение. Вот фарисей. Наоборот, это религиозная позиция, которую нужно достичь и еще суметь, заставить себя так вести, молиться три раза в день, давать десятины из всего, быть религиозным и знающим Писание, следовать его, и знать, что даже из тмина, из всего нужно дать десятину. Понимаете, да? Как это люди, которые посвятились Богу. На сегодняшний день, если взять по нормам того времени, мы бы превозносили этого человека к святой, потому что он все делает. Даять, даяние давать бедным, за вдовами ухаживать, да? Никодим, он был фарисеем. Врав Шаул, он был фарисеем. Но что имел в виду фарисей, когда он стоял в храме, молился, и говорил, я не такой, как этот мытр. Что отделяло его? Тот же самый был еврей, потому что не еврей, не мог войти в храм и молиться. Что отделяло, что показывало разницу, в чем же он себя видел? это вот то, что он имел в виду, что я не такой эгоист, как этот, что я закон выполняю, этот не выполняет закон, я не похож на этого сборщика налогов. В чем заключалась эта штука? Не только сбора налога, сбора налога, ты не имел права брать с евреев налог, по закону, то есть, по закону, то есть, 613 митцву, то те законоположения он нарушал, и это понятие, я не такой, я не нарушаю закон, и он не прав, и этим он превознесся, над этим сборщиком налога, то есть, Писание говорит нам, чтобы мы не превозносились, не гордились, он еще говорит, кто ушел более оправданный? Мытарь, почему? Потому что он осознал свою как бы неспособность исполнить закон, он осознал, что это неправильно, что со своего ближнего не нужно брать налог, налоги были вообще, но здесь заставляли налог больше брать, и не в сторону Израиля, не в казну или десятины, в храмовую сторону, а в сторону именно рабства, налога, и фактически брат с брата не имел права это брать, но наше мышление христианское, я на основании этого Затхея, да, говорит, я воздам в Троя, с кого что, в четверо, с кого я взял денег, подождите, мышление какое, какое мышление было, наше христианское мышление в этом положении, не, не, почему он возвращал в четверо больше, мы понимаем по закону, но, но, когда христиане думают об этом, чаще всего говорят, значит, он еще грабил, он себе брал на карман, потому что, нет, христианское положение, когда говорит о Затхее, он был сборщик налогов, возвращая всем, кого обидел, да, а, если он обидел, значит, он брал налоги, и себе, как у нас налоговая полиция, да, присваивала себе, типа, кесарю, кесарю, а себе на карман, потому что он хорошо жил, у него было много всего, и, как бы, это наше мышление, извращенное, основанное на том, что мы переживаем каждый день, налоговая полиция, налоговая, там, инспекция, и все остальное, они приходят и говорят, надо, ну, да, и мы основываем положение Затхея, что он пошел отдавать, кого обидел, кого, ну, как бы, забрал, не в этом смысле, он пошел, потому что он понял, что пришло спасение в его жизнь, что, наконец-то, он получил свободу, и он может спокойно раздать все, что он заработал, прийти, не то, что он награбил, а то, что он заработал, то, что ему полагалось за работу, которую он служил перед Римом, он говорит, я пойду и раздам это, кого обидел, иметься в виду, не потому, что я взял с него налог, а где я превышал давлением, где я забирал, потому что нужно было забрать, на это заставлял меня Рим, я их обидел, что я, как еврей, забираю налог от них, я пойду воздам, понимаете, пришло спасение в дом твой, превознесся, и что вы думаете, мытарь, уйдя с храма, что он будет делать, пойдет уволиться с налоговой инспекции, нет, это его хлеб, он опять пойдет обратно, опять будет брать зензду, опять приходите в храм, опять будет каяться, и опять Бог простит, потому, если мы каемся правильно своим сердцем, покаяние, поймите, что есть вещи, которые мы не можем объяснить по христианскому образу жизни, мы говорим, все самое праведное, но праведник упадет и поднимется, потому что надежда на Бога, почему я связываю эти все вещи, потому что в нашем разуме мы начинаем разделять между тьмой и светом, между плотью, которая у нас есть данным Богом, и злая натура, которая нас лечет к сексуальному отношению, и эта мысль, которая появилась даже в христианстве, и через католицизм провела, что плоть, которая желает сексуального отношения, является злой, и надо порабощать действительности, нужно порабощать только то желание, которое внутри нас идет вне брачных отношений, нужно порабощать это все, я порабощаю и смиряю тело мое, я унижаю его, чтобы во мне была победа Божья, в чем? в законе Божьем, если я выполняю закон Божий, то есть я смиряю себя против воровства, против всего, и всего, поэтому дьявол, он не может нас искушать по причине того, что мы сами искушаемся, по своей природе, которая падшая природа, мы искушаемся, мы хотим это, от молока матери его, это зло, потому что мы не хотим прилепляться, мы к ним не изменяться, это отвечая на твой вопрос, дьявол искушает, каким образом, каким образом, если закон Бог поставил, и мы фактически сталкиваемся с законом Божьим головой, тресь в него, вопрос, когда вот мы идем на поводу, мы становимся преступниками закона, мы становимся частью преступного мира, который постал против Бога падших ангелов, понимаете, да, мы прилепляемся к этой банде падших, когда мы сами встречаемся с законом, и он говорит нам нельзя, а мы говорим, а я сделаю это, где искушение, аминь, где искушение, перерыв, я искушаюсь собственной похоти, то есть, моя похоти, выполнение желания, я искушаюсь выполнить свое исполнение желания, и собственное, да, пришло ко мне желание покушать, я уже, и подступает, конечно же, ко мне мысль, или дьявол поступает, ты можешь сделать сверхъестественным образом, прикажи этим, камнем, они станут хлебами, либо, еще, говорит, есть еще другое слово, не одним хлебом будет жив человек, туповающий на Бога, исполняющий его желания, исполняющий его закон, он сможет жить этим законом, даже если я умру, даже если мне не будет стоять, все равно приближусь к Божьему, нежели сделаю противозаконное действие, вот где идет предложение, предложение вне Писания, предложение, но, почему там идет этот момент, почему там приходит этот момент, потому что у Бога есть другой закон, выполняющий его и не выполняющий его закон, автоматически, потому что когда мы начинаем уравнивать Бога и дьявола, да, начинаем уравнивать, мы тогда уравниваем его силы, борьбы, кто победит, Бог или дьявол, в конце всего, борьба огромнейшая, действительно, увлечь людей, изменить этот мир, потому что он хозяин этого мира, он хочет власть, но вся земля, она Господня, он нас держит в своих руках, как это может быть, если это все бесовское, здесь и Бог рядом. Понимаете, да, о чем говорю? Выбор. И он говорит, если ты будешь следовать за моим заповедем и исполнять эти мои заповеди, будешь благословен, не захочешь, пойдешь след других Богов, вот закон, он тебе накажет. Другими словами, я уже все предусмотрел, дьявол не может делать больше или меньше, мой закон, он действующий, он совершенство, он полнота, он как бы все во всем, и если мы только поймем это, что почему, почему, когда мы падаем, у нас есть возможность подняться, потому что он там, где мы пали, даже в том искушении, где мы были, даже мы этот выбор сделали, он там в этом выборе, потому что у него закон такой есть, а дьявол просто как сущность, которая хочет показать ему, а разве Бог прав? Вне Бога может тоже хорошо жить, как и Адаму с Евой, у вас откроются глаза, вы станете как боги, ложь, которая многие верят, даже в семейных отношениях, что такая жена, подожди, твоя натура, естество, ты поднялась, она говорит, послушай, это никто не узнает, но мы ссылаемся, что это дьявольское искушение, правда? Мы ссылаемся больше, что вот если назло, то это дьявольское искушение, но внутри нас это желание есть, вопрос, каким путем мы идем, чтобы, ну да, но когда мы его не знаем, понятие, да, у нас уже есть понятие добра и славы, мы уже накушались, мы уже вкусили, у нас внутри, вот есть понятие добра и славы, Саша, что ты ищешь там? Доказать мне, что там дьявол искушает? Я понимаю, ищи, ищи, да, за Иева, дьявол искушает? Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, Давайте так, восстал, искушал дьявол Давида сделать исчисление. Хорошо, хорошо. Давайте это с другой стороны. Был ли закон на исчисление? Понятно, да? Был ли закон на исчисление? А? Да. 613 заповедей. Давайте подумаем. Есть вещи, которые, можно сказать, напрямую не говорится об этом. Даже здесь вот исчисление, искушение в исчислении. Зачем это нужно было для Давида? Подождите, подождите. Как исчисление не было? Сколько вышло из Египта людей? Кто считал его? Сказал Бог, может, это плюс-минус 15-20 человек. Как бы это не существует. Говорю тебе число. 650 тысяч мужчин, мужиков. Все. Число было? То есть мы напишем. Тогда в чем здесь загвоздка? В чем загвоздка здесь в исчислении? Разве, сколько там, и пало в тот день 3000 человек. Посчитали, сколько? Посчитали. Понимаете, да? Я иду сейчас не то, что он это сделал, почему не сделал, или в чем было искушение. Вопрос числа. Что за мотив был по счету? Все. Поэтому Саша говорит, что был злой умысел. То есть Бог, с одной стороны, там Бог восстал на Израиля, поднял, и тут, с другой стороны, и Сатан восстал. Я думаю, что на этом месте иудеи говорят, что в Боге злое и доброе начало. Но мое личное мнение, если мы ориентировались на то, что зачем нужно было? Мотив. Зачем нужно было Давиду исчисление? Хорошо. Хорошо. Был ли закон, чтобы не исчислять? Был. Был. Чтобы не вести войны. Там есть было указание Бога, чтобы он не исчислял людей. Теперь искушение в чем было? Похоть какая была у Давида? Хорошо. Самое утверждение может быть. Я не хочу философствовать. Понимаете, да? Написано, чтобы восстал. И возложил желание у Давиду, дьявол, исчислить. Я не буду опровергать этот момент, да? Но я ссылаюсь на то, что Бог человека не искушает. Но мы искушаемся в собственной похоти. И если в данном моменте, что здесь в один раз сказано об этом, да? То в Новом Завете об этом говорится много раз. Что искушение и действие добра и зла внутри нас. Оно внутри нас. И мы должны это делать. Мы должны выбрать свой. Любить. Это действие. Это чувство. Внутри нас. Которое. Которое побеждается. Либо тем, какой путь мы берем. Эмоциями и так далее. Либо победа, которую мы тоже избираем. Я благодарен за этот отрывок. Но пока я вижу только единственный момент. В одном месте есть что Бог. В другом месте дьявол. Поэтому я бы не брал это за основу. Дуализм предполагает уравнивание света с тьмою. Понятно, да? Я как бы ни за то, ни за другое. Но просто хочу, чтобы вы понимали. В греческом моменте, как бы, в ранней церкви тело, вот в переводе с греческого языка, оно имело два слова. Одно называлось саркс, другое сома. Тело или плоть. Я прочитаю сейчас местописание Фессианам 5 глава. 28 стих. Оно имеет одно значение тела, то есть плоти. Но я покажу вам конфюз, который имела церковь. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Исполнение заповеди возлюбленных, как самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Желание одеть, накормить. Потому что мы члены тела Его, плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению Мессии к своей общине, к своей церкви. И вот здесь момент такой, здесь используется ненависть, или никто не имел ненависти к своей плоти. И два слова используются. Это саркс и сома. Два этих значения, то есть как бы из греческого языка было переведено как плоть. Вот это одно, вот саркс означает падшая натура. И мы говорим, греховная натура. Сома означает тело. Вот, плоть. Но везде было переведено как плоть, как тело. Послушайте, посмотрите внимательно. Вы посмотрите внимательно. Мы понимаем, плоть и тело как бы одно целое. Правильно, да? Вы понимаете, плоть и тело – это одно и то же. Отсюда выходит момент, что слово, например, плоть – это сома. Например, да, можно сказать. Либо можно сказать по нашему русскому языку, что и сома является телом. Но это два разных позиции. Итак, так должны мужья любить жену, как свои тела. Слышите? Любящий свою жену любит свою, само себя. Ибо никто не имеет ненависти к своей плоти. Другими словом. Вам нравится грешить? Нет, нет, нет. Послушайте. Нам нравится, чтобы наша машина была лучше, чем соседская. Красиво жить не запретишь. Нам нравится, нам нравится, чтобы превознести с нашей формой тела, нашими бицепсами, нашими трицепсами, нашими видом. Нам нравится. Это тело или это плоть? Секунду. Это тело или это плоть? Мы разделяемся. Почему? Здесь происходит конфюз в самой церкви. Потому что реально, мы по своей натуре греховны, мы тянемся любить нашу плоть. И поэтому, говорит, никто не имеет ненависти к своей плоти. То есть, к своим желаниям мы не имеем ненависти. Кто из вас ненавидит свои желания? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что является похотью плоти? Желания, которые, если они не в Боге, то есть, если они не в Боге, они злые. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, у нас есть желания, они нормальные. И говорит, никто никогда не имеет ненависти к той же падшей плоти. Грешники не питают и не греют. Еще больше, чем. То есть, логично. То есть, мы путаем некоторые вещи. Я понимаю, что, может, мне сказать еретиком и так далее. Я хочу прийти к... Притыкаются, да. Плохо ли быть богатым? Что богатые делают? Им легче, им тяжелее, чем нам, тем, кто ничего не имеет. Послушайте, богатые люди, даже будучи верующими, да, они все равно угождают своей, ну, падшей плоти. Потому что мы называем, как падшая плоти, так как мы говорим, хреховная, искаженная, страстная, вот эта темная падшая плоти. Но на самом деле, когда Адам пал, он что, стал бесноватым? Ну, мы называем, он пал, падшая. Праведник с ним раз упадет и поднимется. То есть, естественное положение человека, думаю, падшая плоти, то есть, который ищет свое, своего, своего желания. Понимаете, что я говорю, да? Есть тело, любить себя, как свое тело. Вот тело, мы любим свое тело. Почему? То есть, в котором живет плоть, имеется в виду человеческая плоть, страсть. Одеться, укрыть ее, накормить ее, насладиться жизнью, домом, машиной, яхтой, деньгами, позволительностью своей. Даже то, чтобы разбогател и раздал все нищим, тоже получить от этого кучу удовольствия. Я понять, о чем говорю? Если мы поймем, что у нас есть пристрасть к нашей плоти, не к телу, да? Потому что тело – это тело, оно умирает, да? Но плоть, которое, оно на самом деле питает это тело, оно вырабатывает, мы надеваем тело, да? Но забота о плоти идет, плотской, плотской человек. А вот не плотские ли вы, если между вами есть распир, разогласие и так далее, не плотские ли вы, то есть не действуете ли вы по желанию своего тела, вернее, желанию своей плоти такой, которая ищет раздоры, споры, разногласия. Но, говорит, плохо ли это? Он говорит, плохо ли это? Ребята, вы тогда младенцы, вы не выросли. Он не говорит, что это ужасно, ужасно плохо. Вы просто не можете воспринять то, что я говорю, понормально. Вы младенцы еще во Христе. Когда вы смирите свою плоть, свое возжелание и так далее, то есть как бы, то тогда придет еще больше откровения вообще обо всем. Что имеется в виду? Когда греческое слово говорит, падшая натура, то есть отвергнутая, то есть от Бога, от духовности, от духовного состояния, мы все равно движемся этой плотью. Не скажите мне, что христиане не движутся плотью. Но вы понимаете, мы очень часто ссылаемся, что если распри, разногласия у нас есть, значит мы плотские. Но у нас есть плотские желания, плотские желания. Стать богатым. Тело хочет этого. Секунду. Тело хочет этого. Плоть. Значит, плоть есть духовное состояние. Тело есть тело. Мы заботимся о теле. Также мы должны заботиться о жене. Любить все. Что я имею в виду? У меня есть плотской, походь. Одеть свое тело. Также я должен иметь похоть, желание заботиться о своей жене. Странно я говорю вещи, да? Я говорю, записывается, записывается. Говорите. Если мы поймем сущность этого момента, что мы понимаем, что плоть и тело, это как бы одно и то же, потому что оно связано. Но на самом деле, тело есть тело, которое готовлено как храм, в котором живет наша душа и наш дух, да? Но плотское состояние – это состояние желания. И падшая натура, она находится именно вот в плоти. Не в теле, а в плоти. Не плотские ли вы тогда? То есть, духовно судя по вам, вы должны были уже быть учителями, но вы дети еще. Не плотские ли вы? Вообще, нужно кормить молоком, начатками учения Христова, Мессии. Я знаю, что мы сейчас углубляемся. Но я разделяю ваши мозги. Я прошу, чтобы вы меня не судили. Хорошо? Не судите вы мне. И судимы не будете. Вопрос в другом. Хотим ли мы разобраться в этом? Где наше желание, а где есть искушение, которое наше, чтобы мы не ссылались на бесов? Что мы предпринимаем с этим решением, желанием, это уже выбор, Богом идти или присоединиться к отступникам, присоединиться к банде бесов и темного мира. Все. Вот какой момент. Может ли верующий быть праведником? Святой доосвящается еще. Праведник, да твори что? Правду. То есть, Бог говорит, я свят, и вы будете свят. То есть, Он предлагает, я дал все, чтобы вы могли сделать выбор, присоединиться к своей святости, осветиться. И искушение, которое мы переживаем, мы можем жить нормально. То есть, падая, можно упасть. Поэтому у нас есть искупительная жертва еще о Мессии. Признаваясь, мы поднимаемся, мы скидываем в себя это бремя и прилюбляемся к Богу. Но если мы в этом живем, мы пренебрегаем Божьим, мы попадаем в сети. В сети, вот, за дьявола, искушаемся и плотью, но служим своими действиями, показывая, что мы не служим Богу. Аминь? Если вы поймете меня. И здесь, вот в этом месте, мы все любим свои тела. Через что? Через плотские желания. Через, ну, может быть, падшую натуру. Что Адам любил свое тело, когда был в совершенстве? Да ему было все равно. Он ходил в прохладе дня, было все нормально, с Богом общался, все было классно, заботой занялся, разговаривал со зверьми, всякой тварью, разговаривал с ней. И просто печалился, что у него нет пары, просто как бы. Он не понимал, что это внутри у него. Но такой, как бы, прискорбной жизни такой у него не было. Он не заботился, во что одеться. Опять же, да, а что же это? Мы познали, мы познали, нет, посмотрите, осталась у нас натура, мы знаем, добро и зло. Понимаете, в плоти добро и зло, но есть, это означает. И знали его из рая, их из рая, по причине, чтобы они не пусили познание от древа жизни, чтобы не остались вечными грешниками, то есть, не остались вечными плотскими людьми, которые разбираются в добро и зле. Но осталось, посмотрите, у нас желание, есть добра и зла. Это плотское желание, все равно плотское желание. Яблоко, да? Дыню, дыню. Арбуз. Не могли бы грешить? Нет. Нет, 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 нет. Закона тогда не было. Что такое грех? Нарушение закона. Понимаешь, да? Как бы так? Смотрите, первое постановление Божьего просто не кушает. Плоди, размножайся, и это как бы все, все, все. Непонятно, были у них дети, не были детей, как бы там, но не было, не других вещей. То есть, я не могу тебе сказать ничего больше, чем написано, да? Мы не видим, что там у них была бесшабашная жизнь сексуальная, там, под каждым кустом, там, увидел то самое Еву, ваааа, как обезьяна побежала. Я, понимаете, я не в этом, в смысле, не вижу. Сама суть-то духовная в том, что Адам имел возможность общаться с Богом. В Боге нет греха. Он, понимаете, такой момент, но нарушение запрета позволяет именно ему руководствоваться чувствами, что человек делает. Я не могу тебе даже ответить на то, что почти, зачем Бог сказал не ешь от древа познания добра и зла. Понимаешь, да? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Когда на небеса попадем, ты сам его поймешь. Мне не нужно будет это объяснять. Но факт, есть факт, в том, что у Бога были условия. Бог Отец это сделал, Бог Сын это сделал, Бог Дух Святой это сделал. Написано Бог. Что там дьявол делал, тоже это бы причину не знаю. Надо было свергнуть его на сторону Америки, чтобы он не мог добраться до Эдемского сада. Но это же произошло. У меня нету всех ответов. Но то, что я могу сказать, я могу вам показать эти вещи, есть тело и есть плоть. И мы иногда это мешаем одно и то же. Но желания плотские, они бывают добрые, бывают злые. Оттого, что наша натура падшая, которая осталась познания добра и зла, она падшая. Ну да, то есть это переводится именно саркс, переводится как падшая натура, но мы говорим, что это плоть. смиряем тело. Тоже смиряем? Вместе с ним? Я? С чаем и жидкостями, да? Это тело. Да, просто тело. Было ли было ли у Иисуса падшая плоть? но желания же были? Он был искушаем. А? А? Знал ли он добро и зло? Не знаю. Знаете, почему? Не, 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 Бог знает добро и зло? То есть искушение в чем было? Вожделение, что желание для Адама и Евы что было? Стать как Богу. Стать как Боге. Он был уже, у него во всем была полнота, вся полнота была. Но у него не было падшей, то есть не было греховной позиции. он не получил это по причине непослушания. Понимаете, о чем я говорю? Ишуа не получил это по причине непослушания. Поэтому называется падшая, отступническая. И мы имеем в себе добро и зло по причине отступления. Не по причине сотворения нашего, а по причине отступления мы имеем познание добра и зла. А? Нет, просто я вам говорю, это уже генетические вопросы Божьей мистики, которой я не хочу влазить. Но Боге добро и зло. Он сотворил это все. Поэтому дьявол искушал, говорит, будьте как боги. Мы имеем, а еще они он имел как бы натура природу свою божественную, в которой уже существовало добра и зла по причине творения, своего сотворения. По причине того, что он был, кто он был. Поэтому мы говорим, что Бог во всем. Даже когда зло происходит, Бог там находится. Да, у нас падшая. По причине непослушания. А он был послушен во всем. Написано, да, во всем. Даже до креста. До смертной креста. Я понимаю, что я закрутил он, сделал движняк. Но мы приобретаем выбор. Когда мы каемся, мы приобретаем выбор. Рождение свыше происходит, когда мы побеждаем зло добром. Понимаете, мы преобладаем над злом выбором, который мы делаем в любви Божьей, то есть Агапе. Писание говорит, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Реально. Внутри нас все есть. вы там закрутил? Описать невозможно, да? Я умоляю вас. Вы просто послушайте это все. Просто пробуйте принять. Спокойно. Вы будете я как Борис Саул закручу что-нибудь такое, а потом начинаю разбираться, что к чему и как. Что тут? Как похоть очей и гордость житейская. Написано, чем взял дьявол Еву? Нет. Идем по еврейски, не по гречески идем, а идем назад. Похоть чего? Нет. Гордости. Пошел гордость житейской, что вы будете как боги. Потом увидела она, то есть похоть очей идет, и похоть плоти, что оно было вожделенное. Духовный принцип. Да. И что-то хотел спросить, что-то означает? Как Юлий Цезарь говорил, да? Увидел, пришел, увидел, победил. Три принципа в жизни человека. Мы в юдаизме существует такое, ну, как бы сказать, выражение. Увидел, как бы не согрешил, опустил глаза, типа, поднял глаза, виновен. Понимаете, что я говорю? Вы, если вы заметите, если вы видите, когда прилетают целые чатерские рейсы в Одессу, либо в Киев, приезжают в Умани, очень много хабадников, они закрытые глаза, вот так вот, чтобы как бы по земле не святой, ничего не видеть. Там принцип такой, если ты просто ну, как вот, внезапно что-то увидел, но смог опустить голову и, ну, ну, как бы так, вот, это случайность, ты невиновен, не согрешил. Но если ты поднял глаза, виновен, захотел, то есть внутри себя, ты не, ты, плоть, плоть, да, плоть захотелось, то есть плоть, искушение, это самое, искушение, которое внутри нас, я поднимаю глаза. Что это означает? Например, ты проходишь возле возле магазина наших киосков, да, там всякая реклама есть, сексуальная, несексуальная, то есть самое больше привлекает и женщин, и мужчин, это вопрос вот этого, что внутри нас лежит, про это. Эти, все романы, все эти, как бы, например, статьи, все, мы больше любим, склонны читать про это, как бы, нас любопытство разбирает, а что это у них, а как это у них произошло? А что же она такая? И там знаменитая актриса, и написано, там заголовок, ее, она оголилась перед камерой, ну, типа такой, да, есть, случайно ты увидел, ну, так вот, прочитал, ну, понятно, и в разуме осталась бабка. Если ты опустил и пошел, нормально, но если ты пошел, а потом вернулся обратно, я что-то неправильно прочитал. Неужели она? А дай посмотреть. Понятно, вот этот, этот, этот же, этот принцип, это вообще у еврейских, ну, отодоксальных хабатников, такое есть понятие. я думаю, что об этом, как бы, Ишуа тоже говорит, посмотревши на женщину с возделением, уже прелюбодействует сердце своем. Разве мы не сталкиваемся с ситуациями на жизни? Не сталкиваемся? Ну, бывают какие-то вещи, да, думаю, и так, случаи, разные бывают. Я помню, когда был пацаном, не знаю, что это было, но я лежал в больнице и пошел в туалет. Сижу на горшке, ну, так, общего говорит, и закрыл, ну, я закрыл как бы кабинку и сижу, я говорю, сейчас вот кто-то придет, дернет за ручку и оно откроется, это будет девушка. Проходит 30 секунд. Бабах! Нет, там была молоденькая девушка. Вопрос. Что с этим? Ты делаешь подпрыгиваешь и, извините, да, либо наоборот так бывает, да, вот такой, зашел в раздевалку и не туда. Я тебе я, слава Богу, куда-то мне тоже были в гостях в Америке, все пошли в бассейн и так далее, и я тоже как бы сзади плелся, захожу, здесь две двери, они написаны, где мужская, где женская, я захожу туда направо и как бы уже раздеваюсь, какое-то подозрительное состояние, чувство такое. Не-не-не-не-не-не-не, так как бы что-то женские голоса. Я особо... что угодно могло быть. Вы бы меня просто... Я реально, я высадился, я потихоньку, ну, я уже как бы пошел в эту... Я пошел даже в душевую, зашел. Я понял, что не там попал, не туда, женские голоса. Я выскочил туда и пошел в мужскую. Зашел в мужскую, там мужиков куча, фух, попал куда надо. Ну, а ситуация могла бы быть такая, зашел и так... Увидел, да? Вопрос, что я с этим делаю? Да не посмотреть. Это проблема была бы. Вот в этом как бы сама суть похоть похоть отчей похоть плоти и гордость житейская заставляет нас вот похоть внутри нас она же есть, ну это же не небесовская похоть внутри нас чтобы например быть знаменитым подожди секундочку это неправильно извинитесь, Иисус был знаменитый? откуда ты знаешь? откуда ты знаешь? откуда ты знаешь? и пошла молва по нем он говорил он был творец он знал совершенно человека внутреннего человека знал его сердце и говорит мужику иди, никому не говори ты написал, ты пошел всем рассказал и когда услышали, что он приходит все толпой пошли то есть, был ли он искушаем именно для себя, для славы? нет но чтобы о нем знали чтобы как бы знали, что он мессия он говорит друзья хотите прямо? я машех о, вот стремление что это было? гордость? нет искушение какое-то он знал, кто он и Бог говорит я газ есть Бог это натура Божия то есть, что я хочу сказать есть желание как говорится кто епископство желает? доброго знает епископ должен быть только, извини пожалуйста вот, перечисление знаете, что то есть все равно гордость плохая штука но мы говорим детям слушай я горжусь тобой что это? ну как на разные вещи? ну мы но мы используем одно слово понимаете? как и слово плод и тело то есть в мозгах у нас все смешалось люди, кони кровь и все остальное все помешалось эволюция в которой мы живем и поэтому по этой причине так много церквей развивает свою тему развивает что-то такое как они это видят что-то как этим пользоваться все остальное ну потому что оно приятно для глаз нам интересно и реальность такова что внутри нас есть желание то есть ну я говорю похоть и хорошая похоть или злая падший человек хорошее зло и добро оно внутри нас оно существует кто хочет епископство хорошее желание хорошее плотское желание плоти хорошее но говорит чтобы стать им тебе нужно иметь условия вот такие 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 и ты тогда свою плоть и будешь смирять ее потому что когда ты можешь иметь финансы но не запотреблять финансами а у тебя будет жена но быть не таса не биться не прессовать ее не долбить ее не таса не унижать ее а искушение там же есть да как бы понимать что мы двое стало одно по одной плотью связь опять же не телом же стали одним одной плотью то натурой у нее патча натура злая и добра у него патча натура злая добрая столкновение двух злых не получится добра правильно понятно да я знаю что я растягиваю сейчас вот мою тему которую я должен был сделать за 5 дней я растягиваю сейчас на год целый с вами общаться но вот где это где это грань где это чувство этот момент и так далее поэтому Ишуа он заявляет о себе прямо что я есть мессия я агнец божий если не будете кушать плоти моей пить крови моей не будете не будете участия я не я не воскрешу вас из мертвых то есть было ли это гордостью нет нет это не было гордостью это была его позиция в которой он родился и он должен ее был провозгласить как вы скажите пожалуйста меня это привлечет к этому или нет слава будет от этого его распространиться или нет хотел чтобы о нем говорили люди конечно но не по причине гордости не по причине тщеславия по причине знания чтобы люди познали что есть истина что пришла благодать царство Божие пришло и нужно стремиться к этому то есть мы говорим о двух позициях добра и зла как мы его применяем вверх вниз в сторону и для чего мы потребляем для собственного иго или эго или иго тоже бремя своего или же для тщеславия для гордости поднять куда пойти в сторону позиция понятна и вот здесь нам нужно разбираться Божьих Божьем плане Божий план для нас и что такое добро что такое зло ищите то что достославно что чисто столько благодать истина ищите Божьего ищите Божьего прежде всего а Божье оно выражается смирением потому что если ты смиренный да то ты будешь слугой будешь уже как бы ну кем-то хочешь быть известным начинай служить ищу он начинал служить и стал это известно всем людям плохо ли это хорошо вопрос как это добиться положения я говорю то что внутри нас почему какую-то проблему получили почему Бог так не хотел чтобы человек кушал от этого от этого плода познания добра и зла потому что мы внутри начинаем бороться где мы не начинаем понимать где оно на самом деле зло а где оно добро как его применить в добро чтобы оно стало прославлять Бога как оно не потреблять его чтобы оно не стало мы начинаем раздваиваться и желание быть известным плохо ли хорошо наверное быть чтобы тебе узнали что для чего чтобы проявилась слава Божия чтобы было это действие чтобы можно было быть смиренным и ходить этой благодати а с другой стороны тщеславие которое мы впадаем чтобы нас узнали чтобы оно привело тебя на другой педестал простая вещь я хочу желание мое сердце и друзей чтобы у нас были телевидение чтобы мы выходили с передачами на телевидение достигали еврейский народ плохая ли это чтобы она знали хорошо или плохо зачем это нам надо вопрос да как община может быть подпольна никто о нас не знает ничего не знает это будет три человека либо чтобы о нас узнали нужно выйти на улице понимаете да и мы говорим что приходите к нам зачем тогда звать мы понимаем что как бы изнутри что мы поднимаем позицию общины где мы мы поднимаемся и мы об этом говорим а нас должны услышать но с другой стороны зачем причина мы видим одна церковь поднимается по своей простоте чтобы люди достигали помогать людям они тратят финансы на то чтобы помочь бедным чтобы какие-то еще делать программы и так далее а другие поднимают те же финансы для того чтобы их имя прославить что я добился я сделал революцию я сделал там перемены будем делать такие перемены в обществе мы сделали христианское общество две разные позиции две разные позиции я думаю что вот в этом как бы сама проблема древо опознания добра и зла когда вы получили незаконным образом в непослушании у нас получилось разделение разделение каким путем идти добра или зла вроде бы начало желания хороши хорошо вот мы начинаем хорошо мы желание нашим хорошо начать бизнес почему люди решают начать бизнес чаще всего верующие начинают бизнес по причине пастор я хочу начать бизнес чтобы поддерживать ваше служение чтобы поддерживать бедных и нуждающих мы видим что есть вообще не проблемы благословите меня начало бизнеса что нормально вопрос что дальше каким путем идти искушение оно существует вот этот момент и поэтому когда мы говорим о плоти и теле есть это важное понятие важное понятие как это общее связано с тем что мы говорим о сексе о сексуальных вопросах ведь ведь что требует плоть требует сексуально или тело а плоть или тело это акт это акт уже смотрите внимательно смотрите внимательно если мы берем местописание которое мы говорим так должны мужья любить своих жен да мы о чем слышим 24 стих даже выше выше и так и так не будьте нерассудители но познайте что есть воля Божья и не упивайтесь винов от которого бывает распутство но исполняйтесь духом назидая самих себя то есть удовлетворяя и назидая то есть получить от этого выгоду насыщая себя наполняя себя чем славословием песнопением духовным пая и воспевая в сердцах ваших Господу и секунду не только а сердца то есть удовлетворение приходит в Боге в нашем сердце не просто разговор благодаря за все благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего ищего Мессии повинуйтесь друг другу в страхе одно с другим как бы связано моменты жены повинуйтесь своим мужьям как Господу другими словами повинуйтесь друг другу в страхе Божьем чтобы фактически другом человеке видеть что Бог смотрел его тоже и повиноваться это значит что если есть власть которая Бог поставила повиноваться не по причине что это как бы унижение а по правилам что Бог поставил этого человека и обращается к положению как жена должна быть послушной мужу то есть как бы покрывало отношения того понятия той любви а потому потому что муж есть глава жены как мессия глава общины и он же спаситель тела интересно правда смысл только что мы говорили о теле о плоти но как община повинуется мессии так и жены своим мужям во всем мужья любите своих жен как мессия возлюбил общину предав себя за нее чтобы осветить ее очистить баню водную посредством слова то есть посмотрите эту позицию отношения к телу к телу к телу очистить и дальше чтобы приставить ее себе общину не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна и так так должны мужья любить своих жен как чтобы видеть своей заботе о жене о своем теле чтобы оно было чисто чтобы мои отношения были чисты и все должны мужья любить жен как свои тела любящие свою жену любят самого себя ибо никто не имел ненависти к своей плоти но питал и грел ее как господь общину то есть внутреннее желание которое у нас есть оно не на зло оно для того чтобы одеть тело поэтому таким образом тем что у нас есть внутри свои желания плотским но уже падшим желания мы не имеем ввиду плохом состоянии где у нас добро и зла распределяет добро мы этим в этой натуре падшим мы все равно имеем желание в этом желании заботитесь о своих женах как Иешуа заботит о своей общине чтобы ее сохранить в чистоте чтобы ее держать в праведности он сделал все чтобы было правильно так и вы должны делать это понятие говорит о том что если я люблю себя то есть я люблю свою падшую натуру вы скажете Реба что ты любишь грех нет я не люблю грех я не люблю как Павел говорит кто избавит меня от этого тела то есть это греховно состояние нет вопрос не в этом мне нравятся модные одежды могу ли я себе их позволить нет мне нравятся например красивые машины с мощным двигателем и так далее могу ли я себе позволить хочется ли мне это иметь кто из вас не хочет иметь Мерседес да я не верю тебе я не верю тебе я не верю тебе даже даже сесть и тогда может он Бентли хочет да но вопрос да вы понимаете да но если если смотришь на машину и говоришь слушай классно и внутри мысль как бы такая ну люди могут то есть желание похоть она есть вопрос могу ли я позволить некоторые начинают накручивать могу могу себе хочу и начинают двигать двигать в праведном положении либо неправедном положении праведном или неправедном праведное положение говорит таким образом сын мой ты хочешь эту вещь заработай начни бизнес развивайся давай в дом божий не угощай вдовы и сироты будешь походить по этим путям я благословлю тебя и ты сможешь купить себе этот мерседес но наши люди же не так не думают мы хотим провозгласить в невидимое чтобы он появился а потом делаем шахер-махер кого-то кидаем и говорим у нас есть мерседес чудо произошло я кинул кого-то разве я хотел так просто получилось он был лох а я остался праведником я вас умоляю это уже другой путь путь зла который убирается то есть познание добра и зла мы должны распределить между собой и Библия нас учит праведности и показывает дела которые не нужно делать выбор человек сказано тебе что такое добро и что требует от тебя Господь сказано нужно делать поэтому делаем перерыв и у нас еще есть потом 40 минут и реально я так думаю то есть мое личное мнение что христианство на сегодняшний день переживает кризис своей идентификации кто мы такие где мы где нормальная болезнь но не совсем нормально потому что мы пересекаем ну да даже том что мы учим людей восполнять желание плоти это проблема это проблема у Ишуа не было учения о процветании чтобы вы понимали у него не было учения про процветание он просто говорил и если ты будешь искать Царство Божие все остальное приложится по твоим нуждам по твоим способностям по твоему усердию по твоему труду понятно да и все но возлюби Господа Бога своим сердцем все своей душой всей крепости своя заповедь которая остается и на ней основаны все писания и пророки все и в это включают твои способности вести бизнес умения и желания и все остальное праведности это мое понятие я не могу и не имею права сказать что все должны быть богатые потому что мое понимание богатства отличается от вашего одним 500 долларов это уже богатство и мечтают о зарплате в 500 долларов а некоторые когда говорят ты что мне нужно хотя бы пятерка в месяц чтобы 5-6 тысяч чтобы мне покрыть все мои нужды и вот только нужды покрыть а другой думает боже мой какой он богатый но мы у богатого свои проблемы у бедного свои проблемы но бог дает ответственность за все это понимаете да они ходили да в чем проблема была в притче которая сказала Ишуа о лазаре и богатом человеке да какая в чем мораль была не в этом проблема не в этом проблема я могу приобрести все и быть богобоязненным чистым человеком и быть весьма богатым и попаду что из-за того что я богат и попаду в ад ну подожди чтобы чтобы управлять бизнесом нужно ему уделять время забота все это тоже тоже опять опять тоже тоже раздельное состояние вы поймите что там есть фразы которые они ключевые лазарь что делал чтобы лазарь что он делал сидел у ворот что милости это что означает что если ты будешь сидеть у ворот и просить милости ты получишь царство небесное насколько попрошай ходят а причем здесь богатый человек давайте 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 посмотрим да суть да суть суть я буду говорить просто там же суть в чем что исполнение исполнение заповедей чтобы упросящего тебя дай да чтобы чтобы не было нищих нуждающихся в доме будут они нуждаются но ты должен заботиться о брате своем исполнение заповеди возлюбить себя ближе как самого себя должно было исполнено быть и фактически желание богатого он получил то что он хотел но он не дал что он мог дать за лазера лазер и богач надо потом уже ответ там уже есть многие делят что богатый и бедный попал богатый в царство опять же чисто чисто коммунистический как провел здесь жизнь на земле и ответ очень простой ты получил все же на земле а лазер то что был должен был получить не получил утешение утешение он не получил поэтому он сегодня здесь утешается на луна Авраамова понимаете о чем я говорю да что по закону лазерю нужно было получить он не получил он просил милостыню больной хромой еще он просил у людей помочь ему из-за нужды которая у него была и ответственность была остального Израиля не то что вывести его в богатое состояние а помочь своему брату в нужде это приписывает это Танах это приписывает заповеди заботы о ближнем своем смотрите внимательно еще вопрос ты получил все на земле то есть желание которое у тебя было они исполнились но потребность людей которые вокруг тебя заповеди заботы о ближнем ты не исполнил у тебя я тебя благословил всем тем что ты мог бы благословить того же человека как лазеря но ты не сделал ты не исполнил закон фактически да то есть и поэтому лазер получает свое утешение уже после смерти когда невозможно было получить на земле когда он жил и была дана тебе возможность послужить ему еще раз смотри есть разное положение от от просящего у тебя что не отворачивайся если я вижу что мой брат нуждается не имеется ввиду профессиональная попрошайка ну да то есть не имеется ввиду что он попрошайка профессиональная имеется ввиду что он не хочет работать он претворяется он искусно делает ставит сети богатым людям понимаете да что я имею ввиду есть люди которые профессионально настроены я не хочу работать есть богатые люди я буду попрошайничать и это даст мне возможность жить понимаешь да это неправильное положение сердца это неправильное положение перед богом и вы поверьте мне много попрошайок останутся в аду по причине использования другого человека в своих собственных коростей это первое это первое как бы такое положение второе когда человек в нужде по причине болезни да по причине ну так войны смерти близких и родных и он нуждается по мере сил по мере сил и расположение да которое дает господь ты должен помочь ему и когда ты даешь взаймы да даже взаймы тоже просит тебя взаймы не требуй обратно потому что когда ты начинаешь требовать расположение твоего сердца как бы становится судьею если вы заметили когда мы начинаем требовать людей обратно долги мы не просим это с добрым намерением мы начинаем требовать от того что тебе нужно и ты тебе все равно какое состояние у этого человека бог не благоволит таким вещам потому что мы не знаем какое состояние человека и если ты скажешь как там у нас есть какой-то расчет то он скажет я не могу ничего помочь тоже поверить ему потому что у тебя будет защитник господь вопрос с лазарем это этика опять же этика которая внутренняя этика основывается на возлюбив господа бога твоего всем сердцем твоим всем разумением и всей крепостью твоей и ближней как самого себя здесь именно та позиция что лазарь нуждался он был в нужде по какой причине у нас там не сказано но он просил милости и болезнь нашли там место да давайте а прочитай вслух у кого у каких ворот у кого у кого ворот у какого богача в трупах значит у него была доставка болезнь гниющие раны можете туалета не было убирали так за ним у кого у кого у кого богача у кого у кого богача и стык предъявляющие гнижали в трупе его умерющий и одинцем был ангел и налога абрамов он был богат и похоронитель его и в ангел он поднял влада свои и видел сзади абрам и лазер и лазер и лазер и лазер и лазер сказал ой же абрам у него сердце надо мной и пошли лазер чтобы он получил конец предсказ его в воде и проходил в диквое и лазер муки в плане этого но абрам сказал сын помни что ты получил это доброе твоё жизнь твоей а лазер злой ныне же он здесь не решается а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами и международ великой отрок так что хотя ходящие оттуда оттуда к вам не могут так же и оттуда к нам не переходят когда сказал он так прошу тебя очень пошли его в дом отца моего его у меня пять братьев и он за свидетельство с ним чтобы и они пришли в это место получения абрам сказал ему здесь есть моисей и пророк он слушает и он сказал вот нет больше абраме но если кто измерзлых не покается когда абрам сказал ему если моисей и пророк он слушает если кто-то измерзлых успех не поделит понимаете да вот чаще всего комментарии которые я слышу и проповеди на эту тему богат был богат и все вы видите ссылка куда идет на тонах на исполнение закона на ответственность богатых перед бедными и так далее и так далее и так далее и бог посылает нашу жизнь возможность поделиться тем добром который он нам дал то есть понимаете да и поделиться это не значит что если у меня например хорошая машина должен отдать тебе 4 колеса полетать чем я говорю да вот этот момент но это но это означает что если я еду куда-нибудь и люди нуждаются из общины чтобы я их подвез я должен подвесить даже если это как бы сказать немножко в другую сторону я я я чувствую что я должен их подвести я получил это благо например от господа да я наслаждаюсь им но так же хочу чтобы другому человеку послужило это простой пример простой пример я верю что это необходимость но если я буду пытаться поскорее дернуть чтобы никто в мою машину не сел не плюнул чтобы она была всегда идеальна чтобы я когда ехал и чувствовал себя вот этим я у меня такая тачка у меня такая машина и все остальное я буду отвечать за это положение добра и зла падшая натура помните мы говорили такая вот но если покаюсь успею покаяться и сделать доброе дело помочь поэтому я настроен на то чтобы помогать людям если кто куда-нибудь ехал со мной я даже мог поехать в другую сторону и понимать что человек еще добираться еще несколько путями я завозил и все для меня нет проблем это потому что тем добром которые я получил я могу поделиться с другим человеком даже если попросят меня поехать возможности это будет я сделаю да я могу сказать что у меня сейчас времени нет каждый раз когда я смогу помочь я помогу опять состояние сердца как мы будем к этому относиться не потому что мы приобрели все а потому что как мы относимся к закону моисей и пророки моисей и пророки и так же самое писание говорит что все основано на законе и пророках амин так мы пошли в другую сторону наверное мы говорим о том что плоть и тело да еще раз смотрите 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 внимательно я люди пользуются нашей нашей добротой мне очень часто говорят что ты делаешь они же манипулируют они же пользуются твоей добротой твоей может быть вот такой вот склонностью и так далее этих хорошим вещам да они пользуются но оно отзовется они же манипулируют если я буду на каждое прошение и на каждое как бы сказать манипуляцию реагировать по закону да вот как бы имеется ввиду что то написано чтобы я давал чтобы я выходил навстречу ответственность другого человека и ответ перед Богом будет другого человека что в этом случае я могу сделать я могу если я чувствую что-то я могу сказать что я чувствую я должен сказать ему свои чувства и сказать может быть чувства обманчивые но я чувствую что ты пользуйся моей добротой и если если это так я помогу тебе но если я не смогу помочь тебе откажу тебе не считая это как отказ но реальный отказ что я не хочу делать это просто у меня не будет времени или возможности это сделать но когда я начинаю думать об этом один из примеров который приводит приводит Раф Иосиф Телушкин он пишет такую вещь мы как-то изначально начали с этого момента один человек приглашает даму в ресторан богатый ресторан очень серьезный ресторан и покушали и заказывали все что можно заказывать я угощаю все остальное моменты приносят ему счет и он смутился потому что он не может оплатить денег он не рассчитывал на эту затрату ведь это смущение женщина говорит слушай если нужно помочь я помогу то есть как бы помоги то есть как бы да она отдает деньги они оплачивают что в этой морали плохо ничего она едет домой и сына начинает возмущаться вообще как это вообще можно было поступить что это за приглашение я из из добрых побуждений из такта предложила как бы оплатить думая что он откажется это будет правильно кто виновен она манипулировать как бы желанием человека свою корость является грехом он должен был может быть и отказаться я покрою на тикетах выход но ему предложили выход и он воспользовался если бы он например говорил слушай помоги мне я не рассчитал и все остальное и она не хотела бы но он как бы нажимал бы на нее на нем была бы проблема во-первых нужно было рассчитать свое время как и строящий дом должен рассчитать свои расходы и все остальное и все остальное да и но причина была в ней ей нужно было сейчас расстраиваться она расстроилась что он должен был это сделать Писание говорит о том, что есть манипуляция, или же против брата своего, зам, умысел, злой умысел. Почему злой? Потому что ты уже в своем разуме, в своем сердце поселил одну мысль, он должен отказаться, он негодяй, почему он согласился на это. Так же самое и в этих положениях с христианами. Если они предлагают, ну как бы, помоги это, а еще то принеси и так далее, и тебе есть возможность отказать это. Реально, ты чувствуешь это. Если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники Писания, быт, культуру и традиции Израиля, у вас есть такая возможность. Мы приглашаем вас пройти двухгодичное стационарное обучение с практическим служением в мессианской общине у нас в Одессе. Субтитры создавал DimaTorzok